всем привет краска приехала поэтому будем красить для этого я подготовил покраски слайд и внешние стволы основной запасной и запасной запасной заготовки обезжирены можно приступать а после покраски проверим покрытие на износостойкость насколько это возможно и не жалко а Продолжение следует... Ну что же, краска высохла. Теперь можно её проверить на прочность. Относительно покраски я скажу своё впечатление в конце. Так, значит, прочность мы будем проверять так. Сам слайд я царапать не буду, мне его жалко портить. А вот внешний ствол мы помучаем. У всех страйкбольных глоков в связи с имитацией работы автоматики по системе Браунинга буквально с первого магазина начинает отслаиваться краска вот в этом месте. У таких производителей, как ВЕ и КЖВ, это точно, а насчёт остальных не знаю. На этом месте мы и проверим прочность тайги. Осталось только собрать пистолет. Итак, пистолет собран и готов к работе. Будем проверять вот это место. Насколько она отслоится и отслоится ли вообще. Приступим. Рука замёрзла. Так. Ну, краска не отсловилась с первого раза. Так. Ставим ещё и длинный магазин. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, краска держится до сих пор. Так, ещё один магазин. О, тоже длинный. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, газа уже не хватает, чтобы заводить затвор до конца. Смотрим. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, ну что, я приятно удивлён. Краска держится. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Попробуем провести другой тест. Итак, ещё один эксперимент. Имитируем истирание краски о снаряжении. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И достаем сначала медленно, потом быстро ускоряемся, ускоряемся. Сейчас будет кульминация. Я кончил этот эксперимент. Смотрим на результат. Так, фокус не поймать. Ага, вот. Ну что я вам скажу, краска в этом случае обтирается. Итак, тестовая часть закончена. Что хотелось бы сказать по поводу краски Тайга? Краска действительно износостойкая. Как вы могли заметить, она достаточно хорошо держится. Тест, который имитирует истирание о снаряжении. Ну, чтобы повторить этот эффект повседневной жизни при поездке на игры, на пистолетки, на москвески, вам достаточно долго придётся теребонькать свой пистолет, чтобы затереть до такого состояния. То есть, в любом случае, Тайга лучше, чем обычное покрытие лакокрасочное. Ну, и она стоит, соответственно. Ещё хотелось бы сказать, что при использовании краски Тайга не рекомендую пользоваться вот этим баллончиком, который идёт в комплекте, покрасочный, для покраски мелких деталей. Мелкие детали красить только аэрографом. И с этим баллончиком будет очень трудно покрасить так, чтобы исключить наплывы, натикания. И, соответственно, с аэрографом у вас слой просто краски будет меньше. И этим самым можно исключить лишние проблемы по заеданию деталей. Так, теперь я, наверное, покрашу слайд поверх Тайги обычной акриловой краской какой-нибудь цифровой камуфляж. У меня трафаретики от русской цифры остались. Ну, красить мы будем обычными красками. И результат выйдем немножко попозже. А вот и результат покраски. Процесс покраски показывать не буду. Но кому это надо? Пожалуй, на этом с покрасочными работами я закончу. Что же мне делать дальше? Думаю, теперь стоит провести работы по модернизации пластиковой рамки пистолета. Конечно же, это будет скиплинг. А также некоторые эргономические улучшения. А на этом вторая часть по прокачке Глока закончена. До скорого! Субтитры подогнал «Симон»!